Девушки отдыхают Маленькие записные книжечки Износила туда самые интересные встречи Какие-то события И не очень обращала внимание на то Откуда я-то произошла Откуда мои корни Я Тулячка Моя семья жила недалеко от Ясной Поляны Бабушка Мария Жила в патриархальной семье С крепкими устоями Но всегда была очень современна Мой отец в молодости В Туле Был начальником летной школы А потом в Москве Работал в гидрометеослужбе Отвечал за прогнозы погоды для авиации Работа была у него очень ответственная Мама работала в архиве Поэтому моим воспитанием Занималась бабушка Именно она привела мне любовь к театру В школьные каникулы Мы смотрели с ней самые интересные спектакли того времени Некоторые из которых я помню до сегодняшнего дня И в дальнейшем Мои юношеские метания Находили поддержку в ее сердце После окончания школы Я пошла учиться в университет В это время университет Это было то заведение Где жизнь как бы кипела Бурлила В мое отделение Искусствоведческое отделение Это было девичье отделение У нас было 40 девиц Со школьной скамьи И только два молодых человека Перед дипломом Значит у нас была практика Меня отправили в Третьяковскую В запасник Третьяковской галереи Значит к двум милейшим К двум милейшим Младшим научным работникам Которые уже были глубоко в возрасте И привели меня на то место Где я должна работать Вынули папку Такую древнюю Запыленную папку И сказали Вот Ирочка ты должна разобрать Это здесь рисунки Серова Ты должна все это инвентаризовать Описать И полтора месяца Я значит занималась вот этими Занималась этими рисунками И вот выходя каждый день На улицу В Лаврушинский переулок И видя весеннюю Москву Бегущий народ Я с ужасом подумала Что неужели я проведу всю жизнь Наверное я на такой подвиг Не была готова Я пришла домой Сказала Я пойду дальше учиться Можете вы меня еще покормить Годика три Я пошла в школу-студию МХАТ На третий курс К замечательным педагогам Наш курс был Вот Галя Волчок Кваша Светлана Мизери Толи Кузнецов Актеры Которые Потом составили основу Театра Современник Я Репетировала И как Олег Николаевич говорит Что многие Наши актеры Прошли через Современник Но кто-то удержался А кто-то нашел Свой путь В других театрах А я Вот Связала свою судьбу С кинематографом Мама с папой Часто уходили На какие-то спектакли Прошмотры Нет, да, это я вам скажу Так как Сергей Федорович Он очень ревнивый человек Был мужчина Очень ревнивый муж И мы в детстве Любили подшутить Над ним и над мамой Когда они приходили С каких-нибудь Спектаклей Спектаклей Да Вечеров Творческих Они приходили С большим количеством С большим количеством цветов И мы так Технично Подсовывали Записочки В букеты Маме Да, с любовными Ну какие-то, да Позвоните туда Вячеслав Петрович Или там Иван Васильевич Значит В доме Был совершенно Сумасшедший дом После этого Вот так дети Шутили Над родителями Скопцево Я так оборачиваюсь Поздравляю Смотрю Идет мужчина В синем плахе В шляпе Это был Сергей Федорович Бундарчук Поэтому Он как бы Предвосхитил Тот разговор Который Должен был состояться У меня в группе Я уже как-то Повеселевшая Побежала В группу Отела Где сидел Сергей Федорович Вся группа И где торжественно Мне объявили Что значит Худсовет студии Худсовет объединения Худсовет комитета Утвердили меня На эту роль Вы дали жизнь И воспитание мне Но вот мой муж Как мать моя Однажды сменила Долг перед своим Отцом На долг Пред вами Так и я Отныне Послушно Маму Мужу моему Мы с Сергеем Федоровичем Были знакомы Раньше И я его Необыкновенно Вот на этих Репетициях Стеснялась Так как У нас Как бы Были такие Встречи Ну я тоже Их считаю Они как бы Судьбоносные Были Много Когда я еще Была студенткой Очень хороший Художник Ефанов Написал Мой портрет И была Его персонажа Он был У него было Шесть Луреатских Значков И у него Была выставка В академии И он выставил Этот портрет И вот Он пригласил Меня Дал мне Билет И вот Войдя В этот Зал Вдруг я Увидела Человека Стоящего Перед портретом И мне Конечно Тоже было интересно Кто это Он Очень долго Стоял А мне Расхаживать По залу Тоже было Неудобно Модель Пришла На себя Смотреть Я постояла Постояла Этот человек Обернулся У него были Черные Черные Волосы Необыкновенно Пронзительные Черные глаза Скинул На меня Глаза На портрет И ушел Это был Сергей Федорович Бондарчук Были совершенно Необыкновенные Отношения Я помню Когда у мамы Была тяжелая Операция И Мы поехали В больницу И нам Передали Вот какие-то Ее вещи Папа держал Ее сумку Он взял И вцепился В ее сумку И вот всю Операцию Он держал Эту сумку Молча Сосредоточенно Глядя в какую-то Одну точку Он держал Ее при себе И когда Операция Была закончена Уже Вышли врачи И сказали Что все Благополучно Папа Вот все Оставался Вцепившись Вот С этой сумкой И Когда мы Пришли уже Домой Я говорю Папа ну давай мне мамину сумку И я смотрю Что Ее невозможно было Выдрать у него Из рук Он просто вот Ее Как пришили к нему Он ходил Весь вечер И весь день Невозможно было Ее выдрать Вот это было Какой-то Тогда я Это Вот этот случай На меня Произвел Какое-то Необыкновенное Впечатление Почему-то Все считали Необходимым И важным Вмешаться В нашу судьбу Считали Что мы Нарушаем Какие-то Высоконравственные Отношения Между Мужчиной и Женщиной И Разрушаем Какие-то Семейные Взаимоотношения Но У нас Настолько Был Велик Вернее У Сергея Федоровича Долг Перед Его Семьей Что Как бы Это уже Все Разрешилось Само Собой Безболезненно Безболезненно Страшно После Отелла Начались Сценарии Где Были вот Молодые Хорошенькие Девушки В таких Историях Сегодняшнего Дня И Вот в данном Случае Я может быть Очень мудро Поступила Что Отказывалась От таких Ролей И Ждала Роль Которая Бы Меня бы Раскрыла С какой-то Совсем Другой Стороны И Прошло Довольно Много Времени Прежде чем Мне предложили Сняться В роли Шурочки Произведение Куприна И снимал Это замечательный Режиссер Владимир Петров Разные Разные Роли И конечно И отрицательные И положительные И я любила Сниматься И в эпизоде В острохарактерном Вот кто Здравствуйте Извините меня Пожалуйста Что я в таком виде Александр Я опять полтора часа Валялась под машиной Это невыносимо Данелий Георгий Николаевич Любил меня Снимать в своих Картинах Он одно время Говорил Что ты мой Сувенир Почему сувенир Я не знаю Но мы смеялись Над этим Я говорю Ну ты сувенир свой Будешь снимать В картинах Смотри О господи Залегать Малюбушка Детельберри Бедная Заблудшая Овечка Простите пожалуйста Можно вас на минуту Да Вы понимаете Нам нужно на свадьбу А у нашей подруги Очень строгие родители Она звонит домой Будто от подруги А мать говорит Зови подругу А вот подруги никакой нет Понятно Где твоя подруга Вон они Как мам зовут? Мария Николаевна Здрасте Мария Николаевна Как меня зовут? Это Надя говорит Как тебя зовут? Алена Алена у меня Что делаем? Ничего Ничего не делаем Книгу вслух читаем С тобой ночи Спасибо Спасибо вам большое Спасибо Не за что Для меня конечно Большую роль В моей жизни Сыграла работа Сергея Федоровича Мы много снимали с ним Как актеры И очень любили сниматься Чтобы нас приглашали В другие картины И мы бы выступали Как партнеры Потому что В этом была Какая-то Лихость И беззаботность Мы едем в Холмогоры Сереженька Папа переводит туда На работу И мы с ним Ну а как же Его оставишь одного Ведь ему плохо будет Одному Придет папа домой А дома никого нет И не прибранный И поговорить не с кем И покормить некому И станет бедному папе Грустно Грустно Я поеду с ним А я? А я? А я? После того Как Сергей Федорович Стал режиссером Наша жизнь В доме Очень изменилась До этого Это был Такой веселый Я бы сказала Человек Общительный Он любил И чтобы Можно было Куда-то пойти Посидеть И там И выпить Может быть То есть На нем не лежал Вот этот вот Страшный гнет Который Начался Когда Он стал снимать Судьбу человека И уже я не говорю Про картину Война и мир В этом кабинете Начиналась работа На двойной мир Мне хотелось бы Кратко и Наиболее точно Сказать Что для нашей Семьи Для меня И конечно Для Сергея Федоровича Значил Толстой Когда Такая уже С ним Как бы Договоренность По Тому Как я должна Играть Эту роль Мне ее Очень не хотелось Играть Потому что Наряду с теми Прекрасными Ролями И персонажами Которые были В войне и мир Элен И ее братец И вообще Вся ее семейка Это вот То зло Которое Существует В обществе Ну что вы этим доказали Что вы доказали Этой дуэлю То что вы дурак Так это все знали Ну к чему Это поведет К тому Чтоб я сделала Спасмешищем В всей Москве К тому Чтоб всякий мог сказать Что вы В пьяном виде Не помня себя Вызвали на дуэль Человека Которому вы Без оснований Ревнуете И который Лучше вас Во всех отношениях И почему Вы могли поверить Что он мой любовник Почему Потому что Я люблю его общество Да ежели бы Вы были умнее Приятнее Я предпочитала бы Вашу Не говорите Со мной Умоляю А чего мне Не говорить с вами Я могу говорить И смело Скажу что Редкая Та жена Которая с таким мужем Как вы Не взяла бы Себе любовников А я этого Не сделала Нам лучше Расстаться Расстаться Избойте Только Ежели вы Дадите мне Состояние Расстаться Вот чем Испугали Я тебя Убью Мне очень Трудно Говорить О себе Потому что Вся моя жизнь Связана Сергея Федоровичем Бондарчуком На картине Отелла Пароль он Взял меня За руку И так Рука Об руку Мы пошли По жизни И он Он часто Говорил Вначале Говорит Я ее Задушил А потом Женился И вот В течение Сорока лет Мы делили И радость И феноменальный Успех И болезни И гонения Какие-то И смерти Родителей И счастья Все это Была Была Наша Жизнь И теперь Вот Когда его Не стало Если бы Меня спросили Хотела бы Я что-нибудь Поменять В своей жизни Я бы сказала Я хотела бы Прожить так же Как я жила Прежде В своей жизни А вот этот дом, это как бы результат всей нашей жизни И того, что почти у актеров, у режиссеров Треть их сознательной жизни проходит в экспедициях, в поездках И как бы как птица, знаете, приносит по соломке в дом Так и мы, откуда-то чего-то привозили, какой-то торшерчик Тогда же в Москве все это было сложно Но это физическая жизнь дома А духовная жизнь дома, она была наполнена таким содержанием Таким творчеством, таким счастьем общения с самыми интересными людьми Мама у нас очень веселый, такой оптимистический человек Ее часто воспринимают совершенно не так, как она есть Может быть, это из-за тех ролей, которые она играла У нее есть такая холодная отстраненность Но на самом деле, да, она ужасная хулиганка Особенно на людях Да, на людях Она очень любит показывать Ей проще показать человека, чем говорить о нем 18 лет я отдала служение педагогике в Государственном институте кинематографии Это была мастерская Сергея Бондарчука и моя Мы выпустили актеров, которые сегодня звезды нашего кино Наталья Андрейченко, Иенни Нидзе, Андрей Ростоцкий, Владимир Басов, Ольга Кабо, Тамара Акулова Я не могу перечислить всех, их много И каждый из них способный, талантливый актер Им бы сейчас играть и играть, но картин очень мало И жизнь в кинематографе пока замерла Наша мастерская исповедовала и питалась традициями реалистической школы Станиславского Изучали мы и Михаила Чехова, и Волконского, и Мейрхольда И учили студентов умению создавать неповторимый человеческий характер В ярком сценическом воплощении Это была как бы последняя инстанция в нашей педагогике Не сыграть роль, а создать неповторимый человеческий характер Вот гримерное кресло, в котором я провела Ой, я уже не могу сказать, сколько часов Гримерка наша Сюда мы приходили рано утром Во сколько у нас начинались смены? Ну, за два часа до начала смены И ночью Приходили с сумками, с кульками, с тормозами Раскладывали здесь все, потому что Здесь был дом Ой, здесь были знакомства, выяснения отношений Звонили по телефону, решали задачки своим детям То есть здесь была такая живая жизнь И когда сейчас вот приходишь в гримерную и видишь, что никого нет И сидит одна, и делает для какой-то картины что-то Или для телевидения, становится очень грустно И я для себя тоже вот полтора года Все жду и жду, когда мы начнем снимать А у меня очень хорошая роль Просто замечательная роль, замечательный характер А вот от того, что денег нет Приходится ждать А время уходит, годы уходят И встречая вот своих как бы подруг Своих актрис Горько становится Что масс-фильма нету Актеры разбрелись Работники студии тоже разбрелись И тишина У меня часто подружки Особенно журналисты Спрашивают Не считаете ли вы себя жертвой Вот в этом содружестве Скопцева-Бондарчук Мне кажется, это Обывательские и мещанские разговоры Думать, кто выше, кто больше Этот вопрос для меня никогда и не существовал Я просто жила, любила И была любима И то, что я делала Меня настолько удовлетворяло И настолько мне приносило Как бы я понимала смысл своей жизни Человек ведь он узнается не в том, что он говорит И как он говорит А в тех поступках, которые он совершает Может быть и я, и Сергей Федорович никогда не говорили Как сильно мы любим друг друга И не кричали об этом на весь мир А вот эта скрытая теплота Которая была в нашем доме И в наших отношениях Она прошла через всю жизнь И горько мне вспоминать последние Я живу полнокромной жизнью От того, что мне хочется Как бы закончить все те земные дела Которые не успел сделать Сергей Федорович Мне хочется, чтобы зрители увидели Тихий дон на экранах Мне хотелось бы написать И книгу Потому что уже весь материал Весь архив, который просто огромный Архив высказываний Сергея Федоровича Его мысли, его работы Чтобы это воплотилось в книги И кроме этого Так как я участник и событий И встреч И ситуаций, которые были в нашей жизни Мне бы хотелось рассказать правду Ну и жизнь, она продолжается У меня внуки У меня дети Я живу их жизнью И среди них Я ощущаю себя И нужной И молодой Субтитры создавал DimaTorzok